В России официально стартовала агитационная кампания на предстоящих 8 сентября выборах. Где и как будут выступать кандидаты, что не могут в самые горячие дни предвыборной кампании, а чего делать категорически нельзя, смотрите в нашем выпуске. Теперь кандидаты могут распространять агитационные материалы всеми законными способами. Телевидение, радио, газеты, расклейка листовок и объявлений. Но есть существенные ограничения. Копии всех материалов должны предоставляться в избирательную комиссию вместе с финансовыми отчетами. То есть подтверждением того, что изготовлены агитки за счет средств избирательного фонда. Если вдруг, например, на стене появится плакат, которого нет в избиркоме, это сигнал для конкурентов. Плакат установлен незаконно. Кандидаты должны не забывать о том, что вся их агитационная продукция должна размещаться не ближе, чем 50 метров от избирательных участков, там, где будет проходить голосование. Их агитационная продукция должна размещаться в специально установленных местах, в специально определенных местах. У нас на сайте избирательной комиссии Нинско-Автономного округа такие места перечислены. Можно зайти посмотреть. Кроме этого, не допускается размещение агитационных материалов на обелисках, на зданиях, которые имеют историческую и культурную ценность. Накануне претенденты на кресло в Архангельском областном собрании депутатов распределили эфирное время на телеканалах региона. В столице Поморья прошла жеребьевка среди кандидатов-одномандатников и политических партий. Своё эфирное время предоставила и наша телерадиокомпания. Согласно областному закону, государственные средства массовой информации предоставляют кандидатам бесплатное эфирное время для агитационных мероприятий. Нининская телерадиовещательная компания на эти цели выделяет по 600 минут теле- и радиовещания. Это время распределено между кандидатами от политических партий и кандидатами по первому одномандатному округу. Период проведения агитации с 10 августа до 0 часов 7 сентября. На телеканале «Север» вы можете узнать о предвыборных программах с 8 до 8.30 утра. На дорожном радио с 20.30 до 21 часа. На радио России с 19.30 до 20.00. В избиркоме призвали всех кандидатов заглянуть в закон о выборах депутатов областного собрания и обратить особенно пристальное внимание на статьи с 31 по 45. В них содержатся данные о том, как вести агитационную кампанию законно, чтобы никто из конкурентов не смог бы воспользоваться случайным промахом.